Присоединились, расскажите, пожалуйста, что же произошло с вами сегодня во время обеда в ресторане и дальше, вот можно по пунктам буквально рассказать, что происходило с вами в течение дня, ну и потом поговорим о том, что планируете делать дальше. Да, мы обед, ну мы перед чаем, на самом деле, в ресторане у нас была первая встреча с там Сергеем Гайдаем, с Володей Федориным, это мы, это группа, с которой я работаю над фильмом, с работающей Украиной, и мы как раз обсуждали этот фильм, должен был подъехать еще один активист из Днепра, мы его ждали, и, значит, ну, ворвалась эта группа, задержала меня, скрутила руки там под прицелом, под пулами автоматов и пистолетом, они меня задолкнули в пятибус, водили долго, то есть, вертолет завели, прикрыли глаза и рот, и все, все, что можно было прикрыть, значит, завладывали мне руки все это время, очень круто в себя вели, этот Виталий долго летал на руке, его, насколько я понял, значит, потом он сел в аэропорту Парисполь, и меня уже задолкали в этот частный самолет, А что это был за самолет, Михаил, что это за самолет был частный, что это за чартерный рейс? Это был самолет частный, ну, такой ВИП-самолет, такой, ну, очевидно, его все знания специально, чтобы меня привезти, значит, это раз, второе, второе, самая большая, большая сторона очень, 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 когда то, что меня приняло, там, по-третьему, очень бежливая, очень приветливая, мне расспросили, применялась ли ко мне сила там, естественно, она применялась, они расспросили, они там, узнав, что меня вывезли в Польшу, приехали мои друзья с польского сейма, депутаты, значит, я именно приседаю по телефону с руководством, не тех кому-то их делали, так позвонил руководителю. И, и сейчас я нахожусь в Вашей, под защитой польского государства, вот вся история. Скажите, пожалуйста, Михаил Николаевич, мы же понимаем, что сегодня по предписанию суда украинского Вы должны находиться дома в 22.00. Что это за коллизия такая в нашем... Получается, прокордонслужба забирает вас... Агент прокуратуры продолжает... Они... 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 Боевуюсь, Порошенко. Против меня возбудили надуманное указанное дело. Пока страшно пищевароту. То, что я агент ФСП. Он заявлял, я говорю, они заявляли, это как раз в парад. Если я агент ФСП. Если я делал государство переворот, то меня надо было судить в Украине. Дело у них полностью распалось. Вот смотрите, какими... Отвратительными, гуннанами мы имеем дело. Сначала они решили мне какое-то дело, которое будет полностью распалось. Потом они украшали меня депортировать, экспонтертировать. На что я сказал, что давайте, если у вас получится. Потом они... Это самое. Потом они... Вспомните одни факты. 3 дня тому назад, когда была первая попытка моего захвата в Фермонте, я сейчас с группой европейских журналистов, значит, они... Помните, как они... Отрицали, что... Они говорили, что все параховоды, все фигморизации говорили, что Порошенко, вернее, Сахаши показал, что у него маленький стендерок. Что никто его не пытался задержать. Вы понимаете, насколько они будут в Кут? А задерживали меня так, когда в Фермонте личный охранник Порошенко, мы их вычитали по своими фамилиями. То есть, они 3 дня тому назад пытались меня забежать. Потом сделали уже... 3 дня тому назад, они нагло все ведомства украинцев на перебор. Кали украинских гражданам. Они вкут, они врут. Они это... Михаил Николаевич, я хочу задать вопрос, главный, который адресуют нам наши телезрители и ваши сторонники в Украине. Собираетесь ли вы возвращаться в Украину? Если да, то когда и как? Я объявляю своих планов на встречу с прессой детально. Но хочу одно сказать. Им конец придется очень скоро. Очень скоро. Ну, эти люди, которые настолько подлые, настолько мягкие, настолько боедливые. Мелкие, напутанные, дешевые, подлые барыга. Как он может управлять великой страной Украины? И его группа, это он глупоцентр, уголовный преступник, правообавшийся. И вся эта свора, которая вокруг него будет ответить. Ну, что все эти люди? Это управленцы, это президенты, это прокуроры. Да это просто ничтожество полнейшее, которое просто убивает детей в конституции, отказает народ, дожди водородчик. Поэтому нам не надо их бояться. То, что они сегодня показали, что они нас боятся. Они меня очень боятся. Они боятся нашей позитивной программы. Они боятся того, что мы собирались в 18-м презентовать структуру будущего правительства. Они пытались, значит, они пытались восстановить то, что у нас 18 марш был большой назначен. То, что мы начинали уже во всех регионах эти марши делать. Целью отставки, понятно, что они делают. Он очень меня боится. Стоялся с первого дня. Михаил Николаевич, кстати, вот в отношении маршей ваших, какова судьба акции... Михаил Николаевич, вот наши телезрители в том числе адресуют вопрос насчет маршей. И акции по Украине, в частности в Киеве. Какова их дальнейшая судьба? Будут ли они проводиться без вашего участия? Я думаю, что мы не будем менять своих планов, но я все обязательствую. Внутри у меня будет 30 лет, и все обязательствую. Мы ни от чего не отказываемся. Это только показывает, что мы на правильном пути. И мы не будем сворачивать этого пути все. Мы высказываем... Я же сказал, что я готов был отбывать на Казарном Украине. Украинский суд меня судил. Чего он мне? Чего я там делал? И Порошенко не сообщил всему миру. Я сделал как раз перевал, развел у Центра Неврал-Парламента, когда он монтаж моего разговора с Нихим Курчим, который я вообще не видел в жизни, с ним не разговаривал. Разве они не арестовали чиновные партии, которые держат уже несколько месяцев без единого допроса? Разве они не репрессируют людей? Разве они не гоняют добропадовщие люди? Разве они не продвигают людей на все идеи о Украине? И сегодня мы были свидетелем, как они это будут делать. Не надо их понять. Их мало, они слабые. И мы с ними обязательно разберемся. Мы с вами. Я всем помогу, потому что у меня больше функций нет. И в Европе, потому что буду заниматься все следующие времена. И так далее. Но если Порошенко думает, что решит свою проблему, он такую большую проблему уже с этим социумом. Свою мало не покажется. Я его никуда не буду отправлять. Мы его не будем поправить. Мы его отправим в украинскую тюрьму, когда придется это время. Одно время придет очень часто, быстро. Практически нет, а страна его не будет принимать. Это точно так. Михаил Николаевич, я хочу обратить ваше внимание, что в аэропорту Варшавы, Шопен, находится наша коллега, журналист, которая готова встретиться с вами и вывести вас уже в видео режиме. Завтра с утра у меня будут встретиться со всеми журналистами. Дело в том, что мы уже выехали из аэропорта. И аэропорта... Сейчас польская страна принимала свои меры безопасности, которые понятны. Потому что польскую сторону... То есть, было совершенно другое договоренно. Спальные поляки говорят, что эти все будут терроризованы. Если я буду согласен, конечно, они готовы меня принять. Никто не ожидал, что буруки будут залазивать и медланды будут пить. Как всегда, они поступили как дикари. А дикари нигде не говорят, как в Европе тем более. Они поступили как... Не как европейцы, они поступили как барыги. Как барыги. Как главный молдавский барыга, который управляет Украиной, и его коллеги. Вот поэтому... Я думаю, что все отношения к ним и в Европе имеют. Михаил Николаевич, сейчас под стенами администрации, президента Украины, собираются ваши сторонники. Там находится Давица Кваралидзе, там Юрий Деревянко. И там ведется прямая трансляция нашего эфира. Там работают наши съемочные группы. У вас есть возможность сейчас к вашим единомышленникам обратиться. С каким месседжем и что бы вы им хотели адресовать? Какую вашу позицию, какой посыл? Я хочу просто вернуть то, что я очень люблю, очень поважаю. Я очень благодарен за то, что вы стоите очень сильно, очень стойко, что вы не боялись, как президент, который пока что находится в этом доме. Но у нас это вид. У нас это вид. И у нас будет успех, у нас будет победа. Украинский народ великое будущее. И у нас есть позитивная программа. И не нужно сейчас давать им привод, какую-то провокацию делать. Мы прорвемося. Мы обовязково переможем. Они нас боятся, и мы это только еще побачили сегодня. Я их не боюсь. Я с вами и буду спорить до конца перемоги. До конца, до нашей перемоги.